Всем привет! Обязательно принимайте участие в моих конкурсах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки под видео и пишите секретное слово, которое появляется рандомно в видео. Желаю всем удачи и мы начинаем! А призом всех моих конкурсов является 100 российских рублей, которые я разыгрываю через 10 дней после того, как выходит видео. И первая посылочка, и у нас здесь вот такой вот мячик. Собачья игрушка. Все игрушки, которые я заказывал до этого с Алиэкспресс, моя собака уничтожала в первый же день. Буквально за полчаса, за час, некоторые за два. Была летающая тарелка, она же фрисби, она прожила дня три, наверное, потому что я не смог выйти нормально погулять с ней на улицу, на поле. И побросать. Поэтому она долго прожила. А потом она вся растрепалась и утонула в реке. Здесь же у нас идет достаточно плотная такая резина. Воняет ментолом, даже не воняет, пахнет. Реально вкусненько пахнет ментолом. И китайцы позиционируют этот шарик, как чистилка для зубов, что-то вроде того. Ну и плюс, как игрушка. Не знаю, как будет она чистить, но играться, я уверен, она с ним будет. Ну-ка, не рвать мне штаны. Ай, новая игрушка, новая игрушка. Новая игрушка. Игрушка ушла. Что это было? А мы продолжаем и открываем следующую посылочку. Все ссылки на товары вы найдете внизу под видео в описании. При покупках обязательно пользуйтесь кэшбэк-сервисом GPM. Ссылку на него вы также найдете в описании. Существенно сэкономите свои деньги в районе 5-6% от покупки. А это немало, если честно. Так, и здесь у нас вот такая мятая-примятая коробка. И здесь находится вот такая штуковина для выпрямления косточки или пальца. Что-то такое. Люди, которые постарше, часто сталкиваются с этой проблемой. Не могут сунуть свои ноги в обувь. Очень тяжело, болит. Если честно, точно не знаю и не уверен, но... Как-то так. Похожий девайс в моем городе стоит в районе 20-25 долларов. Этот же девайс мне обошелся в районе 2-х. Возможно 3-х. В комплекте идут две такие штуковины. Есть буквочки R и L. Соответственно, правая-левая сторона ноги. Нога. Правая-левая нога, да. Как-то просовывается вот это сюда палец большой, где косточка. Завязывается, обматывается вокруг ноги. И у вас косточка не выпирает, прижимается. И, возможно, как-то будет легче с этим ходить. Покупал я тут приспособление для мамы. У нее есть торчащая-то косточка. Будет пробовать носить. И в следующей у нас посылочке детские вот такие рукавички. Что-то вроде разрезал. Ну да, разрезал. Вот такие махонькие рукавички. Вот моя рука. А вот сама рукавичка. Рукавички для дочки. Они достаточно тоненькие. Вон просвечиваются, если можно посмотреть. По качеству. Я не знаю, что это за качество. Я не сильно разбираюсь в материалах. Мы в университетах не обучались. Так. И мы переходим плавненько к четвертой предпоследней посылочке. Поменял себе лезвие в скальпеле. Вот такой вот маленький милашка-грибок. Имеется в комплекте. Зарядка, сама колонка. Какая-то малюсенькая инструкция на непонятно китайском и английском языках. В принципе, возможно, даже можно разобраться по картинке. Имеются какие-то буковки. Так. Покрытие Soft Touch пластик. Достаточно приятно на ощупь. Здесь идет металлическая оправа. Здесь глазки, опять же, они же кнопки нажимаются. Здесь сверху идет кнопочка. И внизу идет липучка. Липучка предназначена для того, что если у вас имеется с собой телефон, вы его прилепили, колонка будет использоваться как подставка. Ну, у меня телефон идет такой выпуклый, поэтому держится не очень хорошо. Если на гладкую поверхность, вот без проблем липучка держит. Или можно... О, блин, собака присосалась. Или можно просто куда-то в ванну на плитку поставить и слушать музыку. Я думаю, достаточно хорошее решение. Кто помнит, я заказывал себе вот такую колонку когда-то месяцев два-три назад. И здесь имелись такие мягкие ножки поролоновые. Колонка в два раза больше. По звучанию... Не знаю. Эту пока я не слышал. Это меня, в принципе, устраивает. Я не меломан. Иногда где-то на природе включить музыку погромче. Ее, в принципе, достаточно. Хочу попробовать вот эту вещь. Хотел немного поправиться. Это не софт-тач покрытие сверху, а силикогель. Прочитал в инструкции, подсмотрел. Так, в общем, подключили ее к телефону. Внизу загорелся диод. Надо было удержать несколько секунд. Кнопку Power. Подключилась достаточно быстро. И включаем. На максимальной громкости слышно, как колонка внутри слегка дребезжит. Достаточно неприятно. Если сделать тише, то тогда, в принципе, достаточно приемлемый звук. Поэтому сказать что-то о этой колонке однозначно невозможно. То есть, если вы хотите в шумной компании, чтобы она перекричала вас всех, то это будет с хрипотцой и будет неприятно слушать. Если слушать где-то в более-менее спокойной обстановке, то вполне себе такой неплохой вариантик. Дешевая. Поставили музычку, послушали, насладились, получили удовольствие. Ставим на паузу. Плюс, также, если сделать быстрое двукратное нажатие на верхнюю кнопку, у нас происходит набор последнего номера на телефоне. Пошел звонок. Разговаривать мы не хотим. Жена сбросила. Но ответить на звонок можно точно так же вот этой кнопкой. Если вы вдруг слушаете музыку в ванной, у вас эта колонка под рукой где-то приклеена, а телефон находится чуть дальше. В принципе, достаточно хорошая вещица, если бы, конечно, не подкачал динамик на максимальной громкости. Поэтому решение за вами, брать или нет. Так. А мы переходим к следующей посылочке. На сегодня у нас это последняя. Она вот такая большая. Упакована, я уже вижу, очень хорошо. Продавец постарался, чтобы доехало все в целости и сохранности. Здесь у нас целая куча пленочки еще пупырчатой. Давайте мы ее сейчас всю полностью разрежем. чтобы извлечь наш товар. Так. И здесь у нас находится настольная лампа. Так. Но как бы он ее не упаковывал, все равно коробка пришла мятая. Возможно, она была помята до того, как он ее отправлял. Меня это, в принципе, мало интересует. Лампа заказана мне, не на продажу, не на подарок. Поэтому имеется вот такая инструкция на английском языке и также на китайском. Куда же без него. И сама лампа. вот такая вот лампуля упакована была в отдельный пакетик. Можно поставить вот так. Можно наклонить любой угол сделать. и имеется одна кнопка. Разные режимы яркости. Три, насколько я понял. Три режима. Лампа приехала заряжена. Первый очень тусклый. Ну, возможно, использовать просто как ночник, если. Второй чуть-чуть ярче. Третий, я думаю, в принципе, достаточно. яркости дает. И в комплекте имеется также USB кабелек. Здесь идет 5-ваттная полуамперная зарядка в эту лампу. Просят. Единственное, жалко, что нету блока питания никакого. Поэтому придется расстаться с каким-то блоком от телефона. Ну, благо, их хватает. Если что, можно заказать еще отдельно на Али. Первая яркость лампы действительно может использоваться как ночник. Вторая яркость. Уже, в принципе, можно даже что-то почитать. И при третьей яркости вполне себе очень удобно делать уроки. Площадь стола стандартная. Не знаю, наверное, как у всех детей. Лампа ничем не хуже светит, чем обычная вот здесь диодная. Плюс, очень нравится мне ее внешний вид. Покупка, я реально доволен. Также незначительно увеличивается яркость работы лампы от сети. Ну вот такая получилась у нас сегодня распаковка. Не забываем участвовать в конкурсе. Все ссылки на товары на кэшбэк вы найдете в описании. Ставим лайки, комментируем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...